Марин, скажи, а кем ты мечтала стать в детстве? Я с 10 лет хотела быть журналистом. Меня всегда привлекала эта профессия. Мы первыми узнаем обо всех новостях, всегда оказываемся в центре событий. И к тому же я хотела помогать людям, говорить о проблемах, которые существуют в обществе, помогать эти проблемы решать. Например, коммунальные, что мы и делаем. А ты кем хотела быть? Я тоже хотела спасать мир, стать, например, экологом. Потом я, правда, передумала, о чем нисколько не жалею, но профессия эколога сейчас в абсолютном тренде. Эко-тренде. А с вами Марина Кравцова и Марина Матвейшина в программе Эко-тренд. Сегодня в программе. Ископаемые легенды. Какие тайны хранят минералы и на что способны камни? Я надеюсь, вы и здесь подзарядитесь хорошей энергетикой. Полная диспансеризация рек и озер. Какие анализы и процедуры проходят водоемы Самары? Каждая речка у нас обследуется каждый месяц по определенной программе. Промышленность. Версия лайт. На каких установках тренируются студенты-инженеры? Войни, нуточку. Селийный не производится. У меня сейчас это... Тихо взорвемся. Здесь, в Самарском техническом университете, учат любить природу профессионально. В этих стенах готовят экологов более 30 лет. За это время на кафедре появилось множество программ и направлений. Сейчас профессии эколога актуальны как никогда. И выпускники факультета востребованы в различных сферах, рассказывает профессор Андрей Васильев. Мы как раз и учим тому, что реально востребовано сейчас, причем в самых разных отраслях. Ведь эколог, он может устроиться и в органы экологического надзора и контроля. Это и Росприроднадзор, и Ростехнадзор и так далее. Сейчас даже при мэриях, при администрациях городских есть свои функции муниципального экологического контроля. И здесь, опять же, нужны специалисты-экологи. В департаменте городского хозяйства и экологии Самары есть специальное управление охраны окружающей среды. Здесь следят, чтобы все было чисто и по закону. Ежедневная работа, рейды по городу в поисках нарушителей. В основном тех, кто создает свалки в неположенных местах. В приоритетах жалобы жителей – обращение на возникающие из ниоткуда горы мусора. Сотрудники департамента выезжают на несанкционированные свалки по обращениям граждан, мониторят город по выявлению каких-либо нарушений в сфере охраны окружающей среды. Но больше всего, чаще всего, это сброс с автотранспортного средства, отходов до строительных, грунта. И вставляют протоколы, заводят административные расследования. Учиться на эколога еще интереснее. Будущие экологи изучают мир вдоль, поперек и вглубь. В музее минералов при ВУЗе можно увидеть и потрогать, из чего, собственно, и состоит земная кора. Это подспорье и для экологов. Вот, допустим, у нас есть такая дисциплина, как науки о земле, где как раз вот эти вот самые минералы и изучаются. О минералах очень такие легенды всякие, да, какие-то камни действительно лечебные. Я надеюсь, вы и здесь подзарядитесь хорошей энергетикой. Здесь минералы со всех континентов Земли. Есть даже совсем редкий экземпляр с Антарктиды – агат. А этот черный камень – шунгит – для экологов представляет прямой интерес. С его помощью можно очищать воду. Раньше, во время эпидемии, его использовали для дезинфекции воды. Сейчас в воду камушки, конечно, не бросают. К чистоте подход научный. Точный химический состав рек Самарского региона знают в Центре по мониторингу загрязнений окружающей среды Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В специальной лаборатории пробы воды из всех рек области анализируют по 49 показателям. Это и минеральный состав, хлориды, сульфаты и содержание тяжелых металлов. Как утверждают специалисты, главную водную артерию Самары – Волгу – можно назвать очень даже чистой. А вот самые грязные речки – Падовка и Чапаевка – в них окунаться точно не стоит. Каждая речка у нас обследуется каждый месяц по определенной программе. Обязательно полная программа у нас – это фаза, когда у нас половодие или когда наоборот осенние периоды. Контролируют специалисты не только качество воды. Центр проводит мониторинг всех компонентов окружающей среды – атмосферного воздуха, поверхностных вод, донных отложений, почвы и снега и даже осадков по кислотности и химическому составу. В университете тоже есть лаборатории. Мы находимся в лабораторном помещении нашей кафедры, где установлены самые различные и стенды, и аппараты. Эти установки – мини-версия промышленных. Такие же стоят на заводах, и будущие специалисты должны знать, как они работают и как сделать так, чтобы выбросы в окружающую среду были минимальны. Мы переходим к нашей установке. Это ректификационная установка. Ну, собственно говоря, здесь могла бы быть и нефть, но тогда все было бы черным, и мы бы ничего не увидели. А посмотрите, вот она и компьютизирована, то есть вот это все можно увидеть, как бы и на компьютере задать параметры. Ручная, в общем-то, работа, серийная, не производится. У меня сейчас это тихо взорвемся. Хоть и мини-версии, а все по-настоящему. Вообще сейчас все автоматизировано. И у нас приблизительно то же самое. Вот у нас компьютер, вот мы задаемся параметры на компьютер на рошение, насос увеличивает мощность и ведет на рошение. Надо нам больше продукта отобрать. Сдаешься параметры, мы отбираем продукт. Но все равно должен кто-то всегда следить. Ну, это как операторное. А иначе у нас это... Если перелив будет, вот это сейчас перельется туда, а на заводах это, допустим, печь. У вас будет взрыв. Марин, как думаешь, а в каких регионах экологическая ситуация самая благоприятная? А какие города можно назвать самыми чистыми? Я думаю, это Приморский край или Черноморский побережье, потому что все-таки там особый климат. Море рядом, муссонные ветры. Да и промышленных предприятий там не так много. А наличие большой воды в городах способствует очищению воздуха. Кстати, нашей Самаре тоже повезло. Наша Волга все-таки спасает нас от части вредных загрязнений, которые поступают от заводов. Вопросом, где чище всего, озадачилась общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». Уже почти 10 лет они 4 раза в год. Каждый сезон составляют экологический рейтинг регионов. И вот по итогам весны 2017 года самой чистой оказалась Тамбовская область. На втором и третьем месте Республика Алтай и Алтайский край. В пятерку лучших вошли и наши волжские соседи – Чуваша и Ульяновская область. А вот аутсайдерами признаны Челябинская, Свердловская и Московская область. Самара в первой половине списка. Из 85 субъектов Российской Федерации мы на 40-м месте. И при этом опережаем как раз Приморский край, но немного уступаем Краснодарскому. А по мнению экспертов, кстати, год экологии в России набирает обороты. И благодаря различным природоохранным акциям многие регионы уже значительно укрепили свои позиции. И Самарская область по итогам лета может тоже значительно вырасти в рейтинге. А какова экологическая ситуация в нашем регионе и как следят за тем, чтобы все было в норме, рассказали в Центре по мониторингу загрязнений окружающей среды. Здесь знают, что именно выбрасывают в атмосферу промышленные предприятия. И не только они. Под присмотром даже вулканы. Но у них чуть позже. В лаборатории кипит работа. Специалисты Центра по мониторингу окружающей среды выясняют, сколько в воздухе диоксида серы. В колбах плещется жидкость. Так выглядят пробы. Их специально собирают на высоте 1,5-2 метра от земли. Сюда сначала наливается поглотительный раствор. Здесь лаборатория. Затем эта проба поступает на пост. И через это поглотительное устройство проходит воздух. Прокачивается с определенной скоростью в течение определенного времени. Значит, в данном поглотителе поглощается только диоксид серы. Затем он заглушается в поглотитель и доставляется в лабораторию для анализа. Специалисты отмечают, можно говорить о том, что в Самарской области воздух довольно чистый. По крайней мере, уровень загрязнения характеризуют как низкий. Бывают ситуации локальные и кратковременные, когда регистрируют превышение нормативов. Но если сравнивать с прошлыми десятилетиями, то дышать стало легче. Выбросы от промышленных предприятий сократились. Теперь воздух портят автомобили. На их долю приходится около 70% выбросов вредных веществ. Контролируют не только, чем мы дышим, но и почему ходим. Содержание тяжелых металлов в почве определяет специальный спектрометр. Не самая чистая земля по результатам анализов в Новокуйбышевске и Чапаевске. А эталон – Самарская лука, где почва защищена от вредных воздействий. С ней и сравнивают уровень загрязнения в городах. Проверяют экстракт почвы. Он приходит в лабораторию в специальных бутылочках. Где есть транспорт, там всегда есть загрязнение свинцом. Всегда это выхлопы автомобильные. Превышения нет, мы контролируем этот вопрос. Постоянно производится мониторинг. Студенты тоже проводят различные способы мониторинга. Только масштабы поменьше. Можно взять пробу и разлагать ее химическими элементами. А есть так называемые биоиндикации. Биолокатором может быть даже человек. Ведь всем известно, что к перемене погоды может ломить давнишний перелом. Но человека, конечно, студенты для своих опытов не используют. А вот живые организмы, растения и животных иногда используют. Смотрят, как они реагируют на те или иные загрязнения. Здесь вот есть рыбки, да, там есть, там, ну, да, улитки. Вот. А вообще есть, допустим, водорослы хлорелла, да, и вводится проба. И как интенсивно гибнут водоросли, можно судить, насколько токсична эта проба. Можно даже по степени токсичности судить, вот, насколько опасен этот отход. И, вот, подтверждать класс опасности отхода. То есть, видите, как все мгновенно превращается в конкретную экологическую задачу. Вернемся к вулканам. Они попадают в поле зрения сотрудников лабораторий по радиоактивным загрязнениям. Непосредственно один из переносчиков радиации – это пыль, которая содержится в приземном слое атмосферы. Ближайшие объекты радиационно опасные – это Димитровградский научно-исследовательский институт атомных реакторов. Это в городе Димитровград находится. И у нас Балаковская атомная станция, которая также является радиационно опасным объектом. В 100-километровой зоне контролируется гамма-фон, также атмосферные выпадения. Гамма-фон измеряется в 100-километровой зоне 8 раз в сутки, то есть каждые 3 часа. Если появляются сведения о каких-либо авариях даже за тысячи километров от Самары, и даже если аварий нет, а это просто слухи, все равно лаборатория переходит в усиленный режим работы. В условиях повышенной готовности работали и когда изверкался вулкан в Исландии в 2010 году. Специалисты заверили – в Самаре все спокойно. И уж тем более не стоит верить слухам о том, что гранитная облицовка, которую используют на улицах или в метро, чем-то опасна. Нормативные показатели она не превышает. Хотя действительно, граница держит природные радионуклеиды. И в какой-то мере может фонить. Мы все должны лишний раз задуматься, как хрупко равновесие в природе. Как сказал Роберт Рождественский, все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды. И именно на кафедре экологии в Самарском техническом университете учат действовать так, чтобы природа осталась, и технический прогресс не останавливался. Есть очень такие профессии, ну, как сказать, самые благородные, самые, ну, как, гуманные. Вот знаете, я считаю, эколог – это одна из них. Ведь, по сути дела, мы живем для того, чтобы наша природа была чище, чтобы мы все были здоровы. Эколог – это профессия и настоящего, причем до жути настоящего. Ну, и, конечно же, будущего, потому что никуда не денешься. Есть научно-технический прогресс, предприятия будут строиться, куда же без них транспорт, только возрастает его количество. Чтобы спасать мир, совершенно необязательно быть дипломированным экологом. Достаточно элементарно донести мусор до урны. Или, к примеру, экономить воду, когда чистишь зубы, закрывать кран. И таким образом каждый может внести свой личный вклад в охрану окружающей среды. А как вы заботитесь об экологии родного города? Расскажите об этом в нашей группе «Самара. Чистый город» в социальной сети ВКонтакте. Также ждем ваших идей и историй о том, как вы и ваши соседи делают мир чище, ярче и красивей. А мы с вами не прощаемся, а говорим до свидания. Берегите природу. Будьте в тренде! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова